Если у человека есть подозрение на одержимость, то что делает православный священник? Чем он может помочь? Ему дана власть изгонять демонов. И что потом с этим человеком далее? Его допускают до таинств в крещении? Или когда есть чревоугодие и блуд, не является ли это одержимостью? Вопрос с завидимой чертой И поэтому выдумать не надо ничего. Нужно смотреть, что об этом говорит Святая Библия Что говорят Святые Отцы, что говорят правила И что подобное было в житиях Вот тогда у нас картина будет более полная Мы по Библии посмотрим неоднократно еще Есть признаки определения, которые дают Святые Отцы Они прямо говорят, что крестить, если одержимый человек, нельзя до самого смертного часа Вот уже когда помирает, тогда только можно крестить Ну чем-то же они руководствовались И не причащать Даже тех, которые причащались, а потом стали одержимые Пока они не будут исцеленные Это Тимофей Александрийского правила из книги правил Третий вопрос Он звучит так Если кто верный Одержим бесом Должен ли приобщаться святых Тайн или нет? И ответ такой Аще не нарушает тайны И не хулит иным каким-либо образом Туда причащаются Но не каждый день Довольно для него только по временам Какое по временам? Сколько, как не говорится А вот священникам дана эта власть По книгам Теоретически Но практически из них самих часто нужно бы изгонять бесов Как они себя ведут? Дико Нормальный, если неодержимый священник Он не может воевать против Библии А против Библии воевать Это равнозначно против Христа Господь говорит Любишь меня? Любите мои заповеди Исполняйте заповеди Но в житиях святых говорится О таких О причинах одержимости Это, как правило, жизнь во грехе В грязи В разных пороках И еще Такое, как бы Профессиональное у них Отлучение от причастия Незаконное Несправедливое А это сплошь и рядом грозят Вот сделай что Я тебя не допущу до причастия У старобрядцев этим играют на каждом шагу И здесь та же история А какое лекарство? В житиях святых говорится Ему сказано Оставить священное действие навсегда Поиск не быть уже священником Попом А просто быть обыкновенным прихожанином Я лично в своей жизни не встречал ни одного такого Он будет жить тысячу раз в грехе Но не отойдет Работать не идет Специальности никакой нет А куда он? Вот так Это кормушка для них Есть, правда, одержимость Когда явно человек испускает пену Но есть только признаки одержимости Вот мне пришлось считать Каринфские ночи Такая книга есть И там говорится об одержимых в еде Даже нельзя сказать Это полифагия называется Ну Образец как это В мертвых душах Собакевич там Мы можем Бык, давай полбыка на стол Вот в духовном варианте Это тоже всеядность Когда смотрят подряд все фильмы Чтение, чтобы не попалось И везде они что-то знают А вот тут он Как раз без под рукой подсуетится Ну Дух блуда Это определенный Я вот разговаривал с такими Не один раз В храме были Как я говорю зашел Он говорит как Во время блуда И жене изменял Говорит И во время акта соития В это время я почувствовал Как что-то меня сделал Я весь сдрогнул И уже когда Отстал от блуда Я не могу еще с собой сделать Вот она в чате рулетка Это там Может процентов на 90 Одержимые духом блуда Маньяки А вот Святые отцы советуют Хочешь победить Если страсть Шрева То сначала Победи Эту А потом подшревная Потому что Пищи не давай В Освенциме ни у кого не было Чтобы мужа ложится Было или что-то Там одни кости были Ну нужно хорошо До пота работать Ну поменьше спать И почему-то советуют Тепло не одеваться И жития святых Они прямо Переполнены этим Дух блуда Как они бесновались Это и у Паисия Такой был Ученик Хотел стать священником И бес его поймал И вошел Притом Вот Вернулся он в город один Инок Ходил там Продавал Что-то они делают Жили-то от того Что плетут там Коврики какие-то Веревки И продавали И он пришел И Учитель Я вот деньги принес А он на него не смотрит Мимо проходит Он ничего не поймет никак Второй день Третий Он говорит Точно Что случилось Да почему Да кто ты такой Ну я же ученик твой В городе был В городе был Ох ты окаянный Пошел вон Ну за что Я же ничего плохого не сделал Да что ты такой Заплакал Он говорит Ты дорогой шел С кем разговаривал Ну Мужик один Какой мужик Ну Еврей Что ты крутишься-то Еврей А еврей тебе что говорил Про Христа Он говорит Что это не Мессия Это Мессия придет Ему храм третий построит Вот На ты что сказал Ну я сказал Может быть и так Он говорит Это самое настоящее Отречение от Христа Может и так Пошел вон Он плакал Плакал Он говорит Давай молиться И из него как пошел Черный дым Как из выхлопной трубы У самолета И вот такие люди Особенно в компьютерные игры Когда играют Вот Я читал про это Программисты В вас Почти В абсолютном большинстве Бесноватые И доводит это До убийства До самоубийства У меня знакомая Наша сестра была Член нашей общины А у ней внук Прирастился К этому играть У товарищей играли И вдруг он соскочил Нож схватил И кинулся И ударил ножом Аж нож погнул Это хозяйского сына У которого играл И когда суд был Он говорит Я не знаю Я делал это или нет Ну еще срок отсидел Но он не убил его Они в беснование Эти которые играют Мгновенно входят И при том У них такое буйное Кидаются На еда бывает Вот что-то Без причины Выбросилось в окно Не без причины Это демон сделал Вот так Ну К примеру сказать У русских это было Фюрера Гитлера Называли бесноватым А вот Библия нам Говорит так об этом Серахва 21 глава 30 стих Когда нечестивый Проклинает сатану То проклинает Свою душу И поэтому Когда вот бывает Он тот бесноватый А бывает И говорит Бесноватый Это у Крылова Басня есть Говорит Не лучше ли на себя Кума оборотиться Чтобы узнать Ну вот были И есть они Большевики Вот террористы Это все Как правило Одержимые Духом злобы Они говорят Одержимые идеи Идейное объяснование И особенно Такое вычурное Экстравагантное Оно бывает Когда человек Знал истину И причащался Тело крови Христовой А уходил В сторону далекую То есть Мыслями Блудил Где-то Что-то Я стою Однажды У нас В храме Потеряевки Приехал к нам Один Ну и Он стоит Вот так На пятке И вперед На носки Маленько Пойдя Опять на пятке И наперед Перекатываться Я вышел Когда из храма Говорит Ты что делал-то? А что я делал? Ты вот так делал-делал А что я такое? Лихорадка Блудливая А откуда вы узнали? Я всю службу О блуде думал Он думал А я-то не знаю этого Поэтому Тот-то Презнимает Тело и кровь Христову Должны жить Свято Вот Евангелие От Матфея 12 глава 45 стих Написано Когда человек Делает Плохо А сам причащается Тогда идет Дьявол Берет с собой Семь других духов Злейших себя И войдя Живут там И бывает Для такого человека Того последнего Хуже первого Так будет И с этим Злым родом И второе послание Петра 2.22 Но с ними Случаются По верной Пословице Пес Возвращается На свою Блевотину И вымытая Свинья Идет Валяйся В грязи Вот Сатана Как-то Разговаривал С Антонием Он вызвал На разговор Ну и говорит Что он может И поститься И бодрствовать Почему ты-то Выше меня Через сколько В неделю Раз А я уже Пять веков Не ем Называет Тысячелетие Целое Он говорит Тебе смирения Не хватает Терпеть не могу Вот этим оружием То что не любит Сатана Его надо и бить Смирением А как А Евангелие От Матфея 17.21 Говорит Сей же род Изгоняется Только Молитвой И постом То есть На сатану На одержимость Пост Замори его И молитвой И что Всегда будет Входить Нет Не всегда Не всегда Но когда Богу Угодно Но другого оружия Нет Но это оружие Пытаются кто-то Монахи Они это оружие И вдруг выбивают Послушание Ави Дороже Поста И молитвы Это Прилем Послушание Невежественному Человеку Не знающему Библии Дороже Главного оружия Поста И молитвы Я как-то В Грузии Был В Тбилиси Говорил проповедь И вот эти слова Сказал А там монахи сидят Как они на меня Воззрелись Сразу Да какой же Вы имеете право Говорить Что дороже Дороже Ничего нет Только молитва Только Другого оружия Нет Вообще Нет Постому Молитву И все это В смирении Ну вот Конкретно По признакам Еще определяет Так Иногда человек Очень хорошо Слышит Или плохо Слышит Бывает повреждения А бывает Ничего Вот А погони Не думали Что у него там Струны натянуты Из человеческих кишок Что он слышал На третьем этаже Где сидел И слышал Что в подъезде Шушукаются Вот есть такое И когда Если тебе маленько Что-то известно Ты видишь Вот как человек Не стал Он прям взрывается Какое-то Замещание сделать нельзя То есть Своё я там Живо Действенно И он прям По-настоящему Беснуется Но никак не сознается Но если не сознаешься Поступил правильно Неправильно Избавься от этого Ничего не получается Значит бьёшь в пустоту Конкретно Начинай объявлять Пост и молитву И прямо Избавь меня Духа злобы Духа противления Надо Не надо Обязательно Встрянет этот человек В какой-то спор На дальше Понеслась бы Беспривязная лошадь Необузданная И поэтому С людьми Говорить об этом А они Да в это не верят Вот недавно Я выставлял ролик Тут один Составили где-то Не знаю где они Составили Интервью у дьявола Самая большая победа Какая Ну это Джеффе Темпесту Тоже сказал Лучего В книге Печаль сатаны Мария Карелли Самая большая Моя победа Та что я сумел Доказать Что меня нет Меня нет И поэтому С кем бороться Да я сам так думаю Нет ты сам так Не можешь думать Ты смертный У тебя страх Божий должен быть Ты немощный Ты можешь умереть Сегодня А ты так Рассуждаешь Крещишь Как будто бы Смерти нету Это говорит Об основании И когда люди Против Библии Воюют Там Абсолютно не принимают Явно видно Что демон борется Вот есть В первом томе Творения Иоанна Златоуста Там Об этом Говорит Был такой Монах Стагирий И он был близко Знакомый Иоанну Златоусту А теперь Когда Что-то бывает Молитвы На отчитывание На изнание бесов Как раз Иоанна Златоуста Киприана Карпагенского Там такие молитвы А тут он Сам Иоанн Златоуст А это был Сын Сенатора По нашему Сказать Губернатор Такой перспективный Парень Учился И вдруг Раз Пошел в монашество И утром Встал И давай кидаться На стену Там Пену пускать И проще И тогда Спрашивает Как Он говорит Я во сне Видел черную свинью И она на меня Кидалась И кидалась А потом Она как-то Рот раскрыла И вся в меня Вошла Вот как И Златоуст О нем молился Водили к монахам Живущим На вершине гор И чего только Не было Бесполезно И тогда Златоуст Говорит О проведении Божьем Какая Великая Награда То есть Совершенно Человек Невиновный Бог Посылает Испытания Вот Баптисты Про это Не знают Если Беснуется Значит Грешник А здесь Наоборот Господь Отведом Когда дьявол Это вопрос Хочу Вот откуда И поэтому Верить В Африке В Африке Не так А он Говорил В Африке Все Пошел И дьявол Если это От Господа Он скажет Пересядь Повыше Поставить Тебя Там Десяти Начальником Или Сто Начальником Вот Как Разбирать Эти Слова Все Но Игнать Тихоныч А дьявол Когда подходил Он знал Кому Обращается Или нет Не знал То есть Он предполагал Но не знал Он искушал И прочее Почему Он уже на кресте Когда Христос Был Если ты Сын Божий Сойди С креста Это крещали Люди Аян Зато Глотки Грешных Людей Крещали Сатана Через них Крещал Если Ты Сын Божий Это Другая Область Совсем Потом Я это Отвечу Почему Он не мог Узнать Его Тайна И Христос Говорил Когда видели Чудеса Никогда Никому Не говорить Да Коля Не прославлен Будет А когда Прославлен Теперь Мы знаем Он Бог Он Всесильный Владыка Так Вот Аминь Всем Известно Что бесы Боятся Крестного Знамения Как огня В церкви В храме Все непрерывно Совершают Крестное Знамение Почему же Бесы Не выходят Из людей Я видел Не раз Бабки Какая бабка Не угождает А та впереди А сзади Ее крестит Я говорю А что крестишь Потом спрашивал Потому что Тут еще не ясно Крестным знамением То ли запечатать В себе Самом беса И не дают Ему выйти Как у Иоанна Новгородского В рукомойнике Его запер И потом Ночью слетал На нем В храм В Иерусалим Поклониться И обратно Храмы Двери закрылись Среди ночи И обратно На демоне прилетел Вот как Вещера на хуторе Близди Каньки Там Есть такой Летун Тоже был У Гоголя Он Гетбес Боится Не просто Крестного знамения Ибо ему пользуются Всякие колдуны Преступники Он боится Чистой жизни И при том Когда крестное знамение Он боится Истинной веры И подтвержденной Крестным знамением Истинной веры И любви К Богу Когда говорят Он креста боится А было видение Так он прямо На крест залез И сидит Или У одного Увидели Он на левом плече Сидит Сидит А другой Который видел Он ему и говорит Ты что делаешь Ты почему Крестное знамение Руку-то не доносишь Смотрю Я там Как Высокие люди Я ни разу не видел Что патриарх Правильно перекрестился Ни разу Путин раньше Крестился правильно А сейчас точно так же Стал Куда-то под мышку Руку встает Налево Вот этого боится И тогда ему сказали Руку поднять И он когда перекрестился До левой Донес Дьявол сразу Там бесенок-то упал Говорит Но это видение было такое Мы вполне можем поверить Он говорит Я креста не боюсь Я боюсь Когда силой Крестного знамения Душа Вопиет к Богу А так Иначе Крестами-то обложился Да и грешил А те люди Которые Это храм-то Ну у них это есть Они Превозношение над другими Вот она все знает Бабка Как бесы приходят Сами лечат Сказать Калечит Колдует Там привораживает Проще Бесовские манипуляции Делает там Я тоже встречал таких Я прихожу домой Дома А у нас соседка Была Такая Звать ее Устиня Литуева Я гляжу Что она делает Она Держит Кружку Или стакан С молоком И над ним Шерстяную нитку Завязывает Узелки Я Я не понял Ничего Я говорю Мама Что это Да у нас Теленок заболел Что-то нога у него Отстала И он вступить не может И Ну и вот она Пришла Вот это Ей сказали Она говорит Я сейчас вылечу И веревочку И привяжите И все Я говорю Так это колдовство Колдунов-то Смертной казни Придается По ветхому завету Она такая Хорошая Такая Приятная Была женщина Как она Сбесилась Как бросилась Бежать И ни раньше Ни позже На встречу Ей идет Мой отец И она Как ему крик Он говорит Чего бежишь Ты так Чуть не шибла Оглашенная Она говорит Игнатий приехал Он меня чуть не убил Да как он тебя не убил Она не сказала Домой побежала Ну отец На меня Разневался Вот приехал Ты порядки наводишь А потом Пошел к теленку А теленок ходит Нужды никакой нету И отец вышел Засмеялся Она даже говорит Это ведьма Это выскочила Как До этого лекарь был А тут сразу ведьма Он говорил Не волшебник А фолшебник И вот Она это сделает А вот чтобы покаялись Я только одну бабку Встречал такую Она покаялась Что она лечила Все эти годы И теперь Все то знают Она лечила Пользу оказывала Там иконы ставит Свечки зажигает И к ней Кто то приходит И она людей не видела Ей говорят Бабка Параскева К тебе пришли Она глянет А у порога Никого нету Стоит рогатый Говорит А черт с рогами Люди то видят Пришла соседка А она видит Того кто пришел И она сразу на колени Плакать и молиться И все Соседка сразу Заерзала и домой Вот так Ну а священники Травили людей то А для дьявола Это прекрасная Питательная среда Потому что На лжи все основано Ну и демоны там Кефиморы Лешие являются А центр то Всего Это духовная грязь Суисловия Много болтают Что попало Ну как правило Судят У нас был У меня случай такой Я был во Фрунзе Ну теперь Бишкек называется Киргизская СССР СССР Вот Киргизия теперь И вот там было Два священника Хорошие оба Священники Я бы мог их назвать Ну не знаю Полезно нет там Один просто Он как Целебат был А другой Игумен И он где-то Кажется в Почаево Там служит теперь И они оба Обратились И покаялись Когда я проповедовал Им их Господь коснулся И они вышли перед народом И стали Рассказывать им Людям своим Что мы только хвалимся Друг перед другом А мы так христианами Недостойно называться Это редкий случай Два священника в храме И оба покаялись Но они стали принимать На исповедь И говорили Если кто на исповедь идет Ты обещаешься принести У тебя там молитвы Есть дома? Есть Принеси Если не сдашь это Причищать не буду Ну они 7 недель Никого не прищищали Им столько наносили Я не знаю Тут сколько Ну Около метра от пола Говорит Храм-то так большой Ну и тогда Они вышли Из храма Сожгли это все И начали Исповедовать И прищищать Вот Если бы везде Так делали У православных Этих Кашпировских На каждом шагу Вот в Деяниях Апостолов 19 глава С 18 по 20 стих Там написано Многие же Из уверовавших Приходили Исповедуя И открывая Дела свои А из Занимавшейся Чародейством Довольно многие Собрав книги Свои Сожгли Перед всеми И сложили Цены их И оказалось Их на 50 тысяч Драхм Вот с такой силой Тогда возрастало И возмогало Слово Господне Но эти точно Сожгли И долго Не прищищали И только Перед Пасхой Перед самой Прищастили Я тоже знаю Продолжение Таких историй Но на сегодня Хватит по этому вопросу Вот все Продолжение следует...